Я не позволю схватить себя Даже с таким IQ, как у меня, можно просчитаться Я что-то упустил Я был близок, чтобы оказывать влияние на всю страну А теперь, все, на что я могу оказать влияние Это тротуар Интеллект — это способность осознавать реальность, адаптироваться к ней и влиять на нее Самое важное качество любого человека Именно развитый интеллект и отличает столь разительно нас от наших соседей на поверхности планеты Земля Я — глава крупнейшего картеля в России, профессор Мариарти Как остаться анонимным, не просчитаться, управлять своей жизнью И быть, в конце концов, таким же умным, каким стараюсь быть я А для того, чтобы наша лекция прошла в приятном формате Сделаем это за просмотром одного фильма Очень метко подходящего нам по тематике Посмотрите, как живет Эдди Он сидит дома, ест вредную и пустую еду Жиреет, смотрит телевизор Напивается алкоголем в баре Этот неправильный образ жизни заставляет его выглядеть, как наркоман или бездомный Главное — не отвлекаться Никуда не выходить Надеется, что, будучи запертым в четырех стенах Найдет в себе вдохновение, чтобы начать, наконец-то, писать свою книгу Дом у него в таком же состоянии, как его жизнь Полная разруха и хаос Похоже на вас, не так ли? Хуже уже не будет Что с ним произошло после употребления волшебной таблетки? Самое первое — он перестал быть жертвой И стал вести себя как мужчина Ответил, наконец, надоедливый жене домовладельца на выпады в свой адрес Чем очень ее удивил Вы не заслужили такого отношения, ты сволочь! В чем дело? Что? Да, к сожалению, жители современных мегаполисов теряют мужественность Не имеют возможности постоять за себя в любой конфликтной ситуации Зачастую даже с женщиной Но не наш герой Теперь он смог найти в себе силы Неконструктивную брань вывести в осмысленную плоскость Как это и положено взрослым людям Я тебе не нравлюсь, ты считаешь меня конченным неудачником Который не платит за жилье Следом в процессе беседы он выяснил причины негативного отношения к себе А также причины ее общего подавленного эмоционального фона И в конце концов Эдди помог ей Будучи профессиональным писателем Ему не составило никакого труда написать для девушки необходимый для вуза конспект Оказавшись в нужном месте в нужное время и совершая правильные поступки Он в итоге завоевывает девушку Обратите внимание, что именно такая модель взаимоотношения с женщинами Заложена в нас самой природой И для здорового психического состояния Как сильного, так и слабого пола Именно такой модели следует придерживаться Мужчина должен брать ответственность Не только за себя, но и за женщину И решать ее проблемы Увы, но мода насильных и независимых женщин Делает несчастными и тех, и других Успешными людьми движут их цели Передо мной всегда есть непокоренная вершина Я детально планирую свой день Если вы тоже хотите добиться успеха Думайте наперед Ставьте себе цели на день Неделю, месяц, год И самое важное На всю вашу жизнь Для настоящего счастья Мужчина должен иметь цель выходящую За рамки его жизни Но цель бесплана, что лодка без весел Разработайте алгоритм, который поможет вам достигать намеченного Возьмите на себя ответственность за свои действия и бездействия Для начала вы должны задуматься о том Какими привычками вы окружили себя и свою жизнь Помните, полезные привычки Фундамент богатства Ими успешный состоятельный человек Отличается от неудачника У последнего плохие привычки превалируют Подумайте, что вам мешает Ведь осознание Это первый шаг к переменам Приятное время Препровождение с девушкой Дало необходимую мотивацию Нашему герою Да, мы, к сожалению А может и к счастью Животные И на нашу мотивацию очень сильно влияет наша интимная жизнь И качество наших взаимоотношений с противоположным полом Проблемы в данной сфере, к сожалению, потянут за собой и все остальное Ваша вторая половинка должна зажигать огонь в сердце Стать вашей грузой И порождать внутри вас стремление покорять новые вершины Если этого нет, отношения будут только мешать двигаться вперед Однако не бойтесь жениться и заводить детей Дети учат нас ответственности А умение ладить с ними Политики Дети Самое значимое, что вы, вероятнее всего, сможете сделать в своей жизни Ведь это гарантия того, что вы оставите хоть что-то после себя Задайте себе вопрос Что вы знаете о своей пра-пра-пра-бабушке Вряд ли сохранился ее дом Вряд ли вы знаете, какой след она оставила в истории И какой образ жизни вела Но вы точно знаете тот факт, что у нее были дети Подумайте об этом на досуге Далее мы видим интересный момент Первое, что сделал наш герой, вернувшись домой с необходимым зарядом мотивации Навел наконец-то в своей квартире порядок Первая мысль Все сжечь Но здравый смысл возобладал Запомните, мои друзья Порядок в доме Порядок в голове Всплеск мотивации Вследствие завоевания женщины И порядок в голове Наконец вернули нашему герою вдохновение Очень важный момент идет дальше Что это за таблетка? Я был предельно собран Я не курил уже шесть часов Я не ел Я был чист Я не пил алкоголь Не курил Не ел уже шесть часов Он убрал из своей жизни все, безусловно, вредные привычки И ввел в свою жизнь интервальное голодание Поверьте мне Эти мелочи очень сильно влияют на качество мышления и мотивацию Будьте чистыми, как наш герой И мир вокруг вас начнет меняться Чистота была теперь не только вокруг нашего героя Она была отныне и внутри него Вы должны научиться поддерживать Исключительный порядок в своем доме и на рабочем месте Это позволит вам, наконец, обрести внутренний порядок Следом Эдвард сменил свой внешний вид Начал заниматься спортом Привел в порядок прическу Обогатил свою жизнь полезными привычками и хобби Во время пробежки наш герой учил иностранные языки Освоил игру на фортепьяно Наш герой сменил места своего досуга Теперь он не отдыхал в дешевых подвальных барах и кабаках Отнюдь нет Теперь он проводит свое время на дорогих вечеринках И в модных клубах, где обитают люди более высокого, чем он, социального статуса Обратите внимание на то, что сам Эдди не сильно изменился Даже со своими старыми дружками в баре он рассказывал интересные и достаточно высокоинтеллектуальные вещи Она замаскирована под научную фантастику Однако уровень его аудитории не дотягивал до его интеллекта Не встречая восхищения в глазах собеседников Наш герой в очередной раз погружался в уныние Его отсталым дружкам были неинтересны высокие материи, которые так волновали Эдди Ежедневно изучайте новый для себя язык Занимайтесь этим хотя бы один час в день Марк Цукерберг, будучи подростком, много времени потратил на изучение древнегреческого Вы наверняка знаете, что классические языки раньше преподавались во всех гимназиях И сейчас на кафедре истории и теории мировых культур МГУ Изучение латыни, древнегреческого и любого древнеэкзотического на выбор, например, древнекоптского Входит в число обязательных предметов И не просто так Изучение языка – одна из лучших тренировок для развития мозга Его способности к обучению и восприятию нового Именно изучение языков позволяет нам в дальнейшем осваивать любую систему Новый язык программирования, новую технологию, новые знания о мире А способность к освоению одновременно нескольких систем приводит нас к новым открытиям Продуктов, бизнесов, технологий И чаще всего это происходит, когда к одной области знаний мы применяем идеи из другой системы или области Каждый день занимайтесь спортом Любым, будь то бег-зал или занятия на турнике При физической активности происходит усиление кровотока, которое положительно влияет на мозг Благодаря этому кислород транспортируется в достаточном количестве И клетки мозга активируются для выполнения родных функций Следствием этого является большая концентрация сознания Рождение новых клеток, улучшающих память и способность к обучению Это также помогает уменьшить усталость, слабость и утомляемость, которые вызывает однообразная работа Насытьте свою жизнь разнообразными хобби Любое хобби способствует развитию всех высших психических функций Память, мышление, восприятие, речь Плюс ко всему положительно влияет на развитие мелкой и общей моторики и расширяет фантазию Ну а если вы выбрали спортивные увлечения, то состояние здоровья значительно улучшается в целом Но я упомянул хобби не только из-за саморазвития Учтите, что ваше любимое занятие может подарить вам новое знакомство с интересными людьми и единомышленниками Которые, возможно, в будущем смогут стать вашими партнерами по бизнесу И даже хобби само по себе может стать в конце концов успешным и доходным бизнесом Следующая сцена очень важна Есть четыре закона логики Эйди рассказывает своему окружению про четыре закона логики Помните учебник логики, который я вам регулярно рекламирую? Человек, знакомый с логикой, настолько превосходит среднестатистического человека, насколько превосходит обезьяну Человек есть среднеарифметическое его окружение Эйди понимал это и потому окружал себя только успешными людьми, превосходящими его по социальной лестнице Будучи от природы обаятельным, а по роду деятельности очень начитанным человеком Он воспринимался своим новым окружением яркой душой компании Он не был застенчив, он не был заносчив Он был остроумен и доброжелателен Обилие информации, которой делился наш герой, производило впечатление невероятного эрудита Оказывается, проблема была не в Эйди Сменив окружение и оставшись собой, он с удивлением для себя узнал, что является интересным собеседником Писательский опыт и начитанность помогли ему раскрыться в новом окружении настолько интересным человеком Что новые друзья предложили ему работу и позвали на частном джете на курорт В целом вы должны приучить себя общаться в кругу состоятельных людей Или в тех местах, где состоятельные люди есть Вести себя с ними достойно, не позерствовать, быть собой, но не быдлом Самостоятельные люди – это манеры поведения и этикет Не стоит считать это какой-то навязанной, золотым миллиардом идеологией Вовсе нет Таким образом вы будете развивать в себе дисциплину, манеры, грамотную речь Не уверен, что серьезные люди захотят иметь дела с тем, у кого деловая беседа начинается фразой Эээ, тема там нормальная нарисовалась на горизонте, ее надо бы обкашлить Не бойтесь открывать для себя что-то новое Ведь лучше один раз увидеть, чем услышать тысячу различных пересказов от других Накопленный вами опыт, мнение и отношение к предмету формируют ваш менталитет Важный момент Вы должны научиться не просто черпать новую информацию, отделяя зерна от плевел Вам необходимо научиться и грамотно делиться полученным опытом с окружающими Развивайте свои ораторские способности Если вы не научитесь улавливать волну собеседника, не доведете до идеала свою речь То какой бы успешной в перспективе ни была ваша идея, никто попросту не станет вас слушать Сколько в истории было подобных случаев, когда поистине колоссальные проекты умирали в зародыше Просто потому, что их создатели не могли правильно донести мысль до аудитории Не повторяйте их ошибок В этот момент наш герой обретает смелость Смелость выйти за рамки поведения обычных людей Выйти, как это принято говорить у бизнес-коучей из зоны комфорта Эдди в этот момент научился идти на риск Но что очень важно на осознанный риск А потом я начал формировать идею Вдруг я точно стал знать, что нужно делать И вдруг я начал формировать идею Я точно знал, что мне нужно делать и как это делать Но это было не писательство, не книги Это было нечто большее Поверьте мне, все великие люди проходили в своей жизни именно этот момент Именно в этот момент божественного откровения Наш герой обрел великий замысел И он точно знал, как этот замысел осуществить И вот Эдди миллионер Посмотрите, как он живет На рабочем месте полный порядок Ровно как и в самой квартире Но квартиру новую он приобретать не стал Покупка дорогих, но ненужных вещей Еще одна ловушка нашего времени Которая ограничивает возможности даже весьма состоятельных людей Вырвавшись из рабства нищеты Работы от зарплаты до зарплаты Большинство людей становятся рабами дорогих покупок Их жизнь начинает крутиться вокруг дорогой недвижимости Машин, женщин, праздного образа жизни Но все это лишь тормозит прогресс Эту же простую истину осознавал и наш герой Цена акций зависит не от того, как работает компания А как работает психология Цена акций зависит не от эффективности компании А от того, что о компании думают люди Когда Эдди это осознал, он эту идею озвучил дословно У меня нет мании величия У меня есть действующий рецепт величия И это действительно так Посмотрите на Илона Маска Грамотный пиар и попадание в сердце массовой аудитории Сделали его на какое-то время самым богатым человеком на земле Несмотря на то, что его компании не были самыми экономически успешными Среди своих конкурентов Эта сцена как нельзя кстати передает силу маркетинга Обратите внимание, насколько много усилий я и сам уделяю Качественному продвижению себя и своих идей Встреча с Карлом Ван Лоном Акулой бизнеса и Уолл-стрит были его билетом в высшую лигу Исключительно интеллект и решительность Помогли ему получить эти связи и благосклонность высоких людей Добавив подобных людей в свое окружение Наш герой наконец получил доступ к неограниченным возможностям Для дальнейшего карьерного роста На этом этапе любой проект, если есть удачная идея, будет исполнен Ведь теперь у него есть власть, связи и деньги И в завершение я бы хотел обратить ваше внимание на дыхательные практики Как это поможет мне стать успешным, спросите вы Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание на спортсменов Тренирующихся в кислородных масках? А вы знаете, зачем они это делают? Чтобы организм ощутил профицит кислорода И органы начали работать с удвоенной силой А мозг переключился в усиленный режим Позже на соревнованиях атлет выполняет те же упражнения Но уже без маски и без всякого допинга И только за счет тренировки дыхания становится чемпионом Человек — это самовоспроизводимый робот, работающий на энергии водорода С КПД близким к 100% Все, что мы употребляем с пищей в конечном счете На клеточном уровне распадается на водород Который мы затем окисляем кислородом воздуха Именно тем самым воздухом, которым мы дышим На выходе мы получаем энергию, которую затем расходуем на все процессы нашей жизни Вся наша жизнь — это взрыв водорода Замедленный сложным каскадом биохимических реакций Это с первого взгляда незаметно Но человеческая жизнь словно зажженная спичка в бесконечности Каждый наш вдох словно нагнетание воздуха мехами в горн Этот процесс происходит автоматически, без нашего осмысления Но кто сказал, что этим процессом нельзя управлять Для достижения положительных эффектов? Еще как можно! Существуют особые дыхательные практики Которые способны насытить вашу кровь кислородом И значительно повысить ваш энергетический статус Вы легче будете переносить холодные температуры Сопротивляться стрессу Выдерживать повышенные физические и умственные нагрузки Мораль фильма, которую мы с вами только что посмотрели Весьма проста, но не очевидна Никакой волшебной таблетки не существует Она и не нужна Весь секрет — это правильный образ жизни Следуя всем этим советам Я и стал профессором Мориарти Хе-хе-хе-хе-хе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok